Слово Божие Заполнить И что вы думаете, в разделе, где Должен быть записан Жених, фамилия жениха Стоит просто партнер номер один Там, где девушка, партнер номер два Эти люди пришли в возмущение Сказали, в конце концов Какие мы партнеры? Я жених, она невеста Мы не собираемся так заполнять Вы не можете зарегистрироваться тогда В нашем штате официально Эти люди подали в суд Длилось это очень долго Короче, насколько я понял Сейчас существует три разных варианта Один существует вариант Жених плюс жених Невеста плюс невеста Другой бланк Третий бланк Партнер номер один Плюс партнер номер два Это мир, в котором мы сегодня живем К сожалению, старшие люди Они совершенно не ориентируются В тех моментах, в которых живем мы В которых живут молодые люди С которыми мы сталкиваемся Я бы хотел просто просить Чтобы те люди Которые еще 30 Плюс-минус 10 лет Чтобы вы поддерживали нас Мы хотим В вашей поддержке Нам нужна ваша поддержка Элементарная Даже в этом зале Чтобы вы говорили Аминь Чтобы вы поддерживали Эти проекты Чтобы вы заботились О своих детях Мы церковь Если церковь Этого делать не будет Кто Скажите Это делать будет Кто Если церковь Сегодня Не заинтересована Это делать Пассивно реагирует На это Кто Это делать будет Я считаю Что Единственная опора На которую Бог Может все еще опираться Независимо В каком обществе Мы живем Лот жил в Содоме И Бог все равно На него рассчитывал Все равно На него опирался До тех пор Пока это было возможно Тот богач Знаете Сказал Душе своей Душа Много у тебя добра Лежит на многие годы Ешь Пей Веселись Странно Как раз в душе Ни первое Ни второе Ни третье Не нужно Ни есть Ни пить Ни веселиться Он совершенно О душе Не заботился Он просто говорил Это мимоходом Как раз душа Стенала Потому что Когда Соломон Сказал Я позволил Все своей душе В итоге Он пришел к тому Что это все Томление духа Дух томится Потому что дух постоянно стремится к Богу Который дал его Аминь Я прошу вас Соберитесь Пожалуйста Преодолейте Преодолейте Препятствия Которые могут вам мешать Принимать Слово Божье Мы придем к этому драгоценному Слову Которое у нас все еще есть Оно дано нам Оно на земле И это воскресение Имеет свою особенную ценность Оно никогда не повторится Потому цените этим моментом И мы обратимся К Слову Божьему Первая книга Пятикнижия Моисея Книга Бытие Она начинается словами Как Бог творил мир Как Бог творил человека И Мы знаем Что Здесь происходит Описание Растительного мира Животного мира Присмыкающихся птиц Небесных И Библия говорит Сотворил Господь Бог Человека И вы знаете Все это было создано для человека Абсолютно все Это как ваша маленькая спальня Вы ожидаете рождения ребенка Вы для него все приготовили Абсолютно все Я знаю люди даже В нашем случае Мы даже карпин в доме поменяли Чтобы свежее все было Чтобы оно как-то Ну Должен прийти ребенок в мир Наш ребенок И Родители с таким удовольствием Все это для детяти Все для ребенка И вообще Разумные родители Заботливые Они вообще живут для детей В этом смысл человеческой жизни В продолжении рода В продолжении себя И как приятно Что Бог так устроил наш мир И вот представляете Господь Бог Насадил в Едеме сад Приготовил все Животные поселил Пение птиц Радость Вот эта вся атмосфера Климат особенный И сотворил Господь Бог человека А человек не живой Он просто созданный Сделал его из праха земного И потом произошел Чрезвычайно важный момент Весь животный Растительный мир Все пресмыкающие Были созданы Словом Но человек Не был создан Словом Человек был создан Господом из праха земного И потом Вероятно Бог наклонился Или не наклонился Это все наши фантазии Но Библия говорит Что Господь Вдунул в лицо Его дыхание жизни И стал человек Душою живою То есть все В этом мире Связано С нашими душами Мужчины Женщины Девушки Мальчики Девочки Дети Все связано С человеческой душой Вот есть душа Она помещена В тело Только сегодня Николай говорил о том Когда появляется Человеческая душа Когда Бог дает Новой жизни Зачавшейся Эмбриону человеческому Когда Бог дает душу В момент зачатия Так верят все люди Так написал Давид в Псалме Что Зарадыш мой Видели очи твои То есть он понимал Что Бог уже рассматривал его Не как что-то биологически Лишенное Индивидуальности Что Бог его рассматривал Как личность Как индивидуум Потому душа человеческая Это самое ценное Я вам скажу Вся борьба Духовного мира Все силы Духовные Как темные Так и светлые Брошены на одно На борьбу За Человеческую Душу Душа представляет Самую огромную Ценность Христос сказал Если ты приобретешь Весь мир А душе своей Повредишь Даже не убьешь Свою душу Не уничтожишь А просто Причинишь Ей вред Это уже Неразумно Он сказал Что пользы Если ты повредишь Своей собственной Душе Даже если Приобретешь Весь мир Я бы хотел Сегодня Просто сказать Милые мои друзья Что Душа наша Она Она содержится Какими-то Святынями Я бы так сказал Есть что-то Святое Вот в миру Говорят Например Мать Это святое И если человек Ругается В мать Это считается Самым Унизительным Это считается Самым Низким Что только Возможно И как мы уже Говорили В странах Третьего мира Такого человека Убить могут И мы понимаем Что в душе Есть какие-то Святые моменты Общаясь Со многими Реабилитантами Которые Были в наркотической Зависимости Алкогольной Зависимости Они свидетельствуют Что я выбрался Из этой ямы Только благодаря тому Что у меня был Ребенок То есть Это моя святыня Это то Что отделено Для меня Я должен был Бороться Мне не хотелось Жить Я был в страшной Зависимости Но сознание Того Что у меня Есть Вот это Святое В душе Я не могу Его предать Я не могу Позволить Что это дитё Останется Без меня Я боролся Я встречался С человеком Который был Смертельно болен Умирал от рака Мужчина Я даже интервью С ним записал Называется Необычная операция Степан Курич И у этого человека Вот здесь уже Была гнойная дыра В груди Вот здесь Просто Уже полностью Вытекал гной Наружу И он уже Не ходил И он говорит Я Богу Просто молился Одной единственной молитвой Пусть я буду инвалид Пусть я буду на коляске Но когда я смотрел На своих пятерых детей Я говорил Господи Ради детей Ради детей Остав меня в живых Ради детей Не важно Как я буду жить Вы понимаете Вот это момент святой Вот это момент святой Человек Видит смысл Вообще жить Просыпаться Работать Потому что в нем Есть что-то святое Если человек теряет Или предает Это святое Бросает Ребенка Бросает Семью Бросает Свою Любовь Может ударить Я знаю Маму Или отца Он предает Вот это святое Что его питает Что его Как человека Содержит Я сейчас Не делаю Разницы Ни между верующими Ни между неверующими Людьми Я говорю сейчас О человеческой душе Человек может потерять То святое Что ему Чрезвычайно важно И ему будет Очень трудно жить Его смысл Существования Пропадает Потому что Дьявол заинтересован Как раз Посягать На все наши Святыни Любого рода Чистое И святое Что нам Доверено Богом Уберечь Дьявол заинтересован Чтобы мы его предали Чтобы мы его Осквернили В этом Вся Энергия Дьявола Дьявол Черпает Удовольствие В осквернении Святынь Когда человек Предает Свои святыни Дьявол Этим живет Это страшное Существо Веками И тысячами